Сейчас у этого спонсора появилась еще такая шея, которая очень хорошо ему вкручивает шею. Наташенька, да? Которая руководит так, как надо руководить. Отлично! Сапфировый исполнительный директор Алексей Севрук и бриллиантовый директор Наталья Ашкаревская-Севрук. Ставим! Всем максимально добрый день! Всем здравствуйте! Мы очень рады, что мы там приехали. Дорога была нелегкой? Дорога была нелегкой сразу. Мы в поезде немножко замерзли, но я знаю, что нас ждут разогретые уже сердца. Вас вчера разогрели, сегодня разогрели. Поэтому нам уже будет сегодня работать попроще. Я думаю, что уверена, что вся информация будет вами усвоена и использована. И накануне сегодняшней встречи я вчера не был с вами, потому что я тренировался. Я выступал перед 25 владельцами и управленцами крупных бизнесов. И взял визитки. Выступил достойно. Моё выступление было самое сильное. Ребята, поприветствуем! АПЛОДИСМЕНТЫ Мне дали визитки. Меня слушал управляющий директор компании «Антошка». Это где только полтора миллиона артикулов у них находится на складах. Они обеспечивают, в принципе, одежду, питанием, игрушками всю Украину. Были основатели компании «Поехали с нами». Турагентство, которое занимает сейчас второе место на Украине, которое выплатило всем, кто... Ну, помните, в вотых случаях, да, с Турцией, да, когда не разместили в гостиницах и так далее. Это единственная компания, которая скомпенсировала всем туристам. И они динамично выступали, рассказывали, делились опытом. И очень много было других крупных агентств по недвижимости и так далее. Но я хочу сказать, что когда я провел презентацию, они меня спросили, а как можно вашу модель использовать в своей работе? Я говорю, если у вас нету хороших инвесторов, если у вас нету правильных ценностей. То есть они им так понравилось, что они хотели уже запустить дистрибьюторство в свой бизнес. Я говорю, знаете, для того, чтобы у вас это получилось, надо быть прежде всего человеком. Потому что то, что вы сегодня говорили, вы говорили о стратегиях, вы говорили... Говорит, наш бизнес строится на отношениях, поэтому будем говорить о людях. И когда они услышали, они сказали, да, догнать Арифлейм уже, наверное, практически будет невозможно. Но хоть как-то чему-то научиться можно. Поэтому я вам сказал, что вы можете взять какие-то элементы, но мы всегда ждем вас в своей организации. Потому что у нас любой консультант-дистрибьютор, не имея в кармане 100 долларов, может через 5-10 лет стать бриллиантом, исполнительным и президентом. Его доход будет гораздо выше, чем у того владельца, который создал свой бизнес, отдал все, что есть, и сколько дали банке в кредит. И всю жизнь ему приходится отрабатывать для того, чтобы возвращать проценты. Поэтому набрал телефонов, интересы у них есть, и приглашали еще раз выступить. И поэтому мы открываем более серьезную эру рекрутировать предпринимателей. Поэтому мы об этом сейчас будем говорить. Будем говорить о том, как вам строить бизнес теми, кто у вас есть, и кого еще новых искать, и как этот бизнес усиливать и развивать. И я прочитала отзывы на дипломы, которые Алексею вручили. И все лидеры, все, кто там присутствовали, серьезные люди со своим бизнесом, они все писали, что другими глазами посмотрели на Арифлейн. И вообще рассмотрели для себя вариант сетевого, как еще один вариант заработка. Многие писали, женщины там тоже были, что теперь мы еще раз обратим внимание на косметику Арифлейн. То есть все отзывы были именно в положительную сторону, потому что действительно была хорошая презентация. И мы сейчас понимаем, что работа с предпринимателями очень интересная, очень плодотворная. И если все-таки вам удастся ваши ряды пополнить предпринимательским духом, составом, то поверьте, ваши структуры будут расти очень быстро. И это будет минимум контроля и максимум результата. Ну и самое главное, что есть предприниматели, у них есть все, кроме того, как вы их воодушевили построить большой бизнес в Арифлейн. То есть в плане настойчивости, огромной брони, стрессоустойчивости, умения обучаться, у них все есть. Единственное, что просто надо дать правильную, ценную информацию, без навязчивости, без особой агрессии. Более того, могу сказать, мы ехали в поезде и только в конце, у меня даже Наталья сказала генералу-майору СБУ. Вашем городе живет, очень серьезно уважаемый человек, очень сильный коммуникатор, сейчас работа страховой компании проведена. Ему 55 лет, самый молодой был генерал, 48 лет стал генералом СБУ. И когда мы с ним беседовали, он просто почувствовал, какой особый есть подход у Арифлейн. То есть нет такого, что дергать за рукав, то есть мы не сразу говорили, но мы настолько максимально о нем узнали, он все о себе рассказал. Вот я никогда в жизни так о себе не рассказывал, как вам. Поэтому я думаю, что вот та атмосфера, которая есть в Арифлейме, позволяет нам налаживать контакты со всеми людьми, иметь право выбора. Не брать всех подряд, а быть избирательным и подбирать всю команду достойных, правильных, сильных альфа-лидеров. Сегодня наше мероприятие, наше выступление будет состоять из трех частей. Каждая часть по-своему будет иметь свою цель. И хотелось бы, чтобы вы максимально за небольшой срок общения с нами сегодня вечером, да, неформальное общение еще завтра, чтобы вы получили ответы на все свои вопросы. Но вы получите ответы только в том случае, если у вас есть эти вопросы. Вы согласны, да? Поэтому каждый из вас ехал с какими-то ожиданиями, правда? Мы как каждый из вас, вот мы вроде бы все знаковые, но мы все разные, и у каждого были какие-то вопросы, какие-то сомнения, какие-то... То, что вы хотите узнать, да, или с каким вопросом вы ехали сюда. Кроме того, что отдохнуть, зарядиться энергией. Поэтому в процессе нашего выступления вы все-таки себе пометьте вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы. Потому что в последней части у нас будет как раз именно такой брифинг такой. И в конце, если мы какие-то вопросы не затронем и не ответим, мы обязательно ответим на ваши вопросы, хорошо? И у нас есть ограниченное количество по времени, это будет только 20 вопросов. Поэтому постарайтесь, чтобы ваш вопрос был продвинут как можно быстрее. И мы вопросы будем живем или листика? На листиках. На листиках, потому что возможно будут совпадать вопросы, и мы их объединим в что-то одно целое, тогда мы можем больше... Ложите на столе, ребята, кто пишет вопросы. И по ходу, да, сразу передавайте. И, конечно же, запомните грамотное правило нахождения на любом мероприятии. Законспектировать. Любая идея, которая у вас есть, помечать. Сажать, чтобы это был ваш текущий блокнот. Блокнот, который вы постоянно специально для конспектов. Если такого нету, тогда те записи, которые у вас будут на листиках, чтобы вы все равно спроецировали тот блокнот. Потому что с этим толкутом вам придется работать со своей организацией. То, что у вас есть, это ваш инструмент работы. Многие спрашивают, а как я буду обучать свою команду? А, собственно, ты посетил обучение. 20. У тебя уже есть 20 тем, чтобы проводить обучение. И если у тебя есть регионы, то это, соответственно, в каждом регионе надо сделать. Потому что новые люди появляются, надо тоже основывать та же самая информация. Поэтому работайте со своими инструментами, со своими знаниями, которые у вас есть. Частично прописаны не только в голове, но и на вашей бумаге. Первый блок – это блок Алексея. Поэтому давайте еще раз поприветствуем. Я буду показывать слайд. Ну, все наши фотографии знают. Если есть там кое-что резкость подкрутить, то или нет, нормально, да? Хорошо. Следующий слайд. Мы вкратце расскажем о сеть, потому что мы видим, что есть люди, которые еще нас не знают. Если вы о нас не знаете, спросите у тех, кто нас знает. Но если вы хотите узнать гораздо быстрее, я вкратце расскажу. Я с Натальей работаю на разных номерах, но мы в одной организации. И Наталья находится у меня в 12 уровне. Мы приняли решение, так как мы самодостаточный каждый по себе. И сам себя создавал до компании Reflame. Мы решили, что у каждого будет свой номер. И друг другу будем помогать всегда. Наталья мне помогает в работе тем, что она умеет правильно проводить координации. Она умеет правильно задавать вопросы. Она умеет сопровождать лидеров. Если у меня есть какой-то вопрос, чтобы мне надо сделать СТО для хорошего лидера, то мы заняем его на эстакаду. И Наталья проводит встречи с этим человеком. Я специалист больше всего. Мы понимаем, что надо использовать лучшие стороны и развивать их. Я специалист в том, чтобы промотивировать. Поэтому когда я зашел, у вас уже было желание работать. Но дождитесь к окончании мероприятия, наберитесь еще больше мотивации. Тогда вы будете рекрутировать еще 5-10 раз больше, чем до начала встречи со мной. Я специалист именно по коммуникациям. Я специалист в плане побуждения к действиям. И просто у меня столько много энергии, что просто я стараюсь заряжать вас, чтобы вы уже не только с энерджайзером или с дюроселом, чтобы у вас так кипела энергия, чтобы вы могли сами быть, сами себе атомной электростанции. Поэтому мне нравится, что в моей организации очень много лидеров. И моя цель, изначально моя цель, это чтобы разбудить вас такой интерес, чтобы это ваш был интерес создать крупный бизнес в Арифлейме. Чтобы вы больше хотели, чем я. Хотя, если честно, вначале, когда мы приглашаем новичка, как Женя говорит, ты директор. То есть она посылает свою энергию, потому что эта энергия гораздо сильнее, чем у того. А тот человек пока еще не знает. Но через некоторое время, проработав полгода, у этого человека просыпается это чувство, внутреннее чувство предпринимательского духа. А почему бы и нет? А вроде бы это классно. А в плане успеха написано так. А вон те уже поехали отдыхать за границу и все остальное. То есть самая главная, моя конечная цель, это чтобы вы сами управляли своим бизнесом, в котором всегда мы будем вашими помощниками. Поверьте, это не означает, что мы сейчас вас замотивируем, вы будете сами там в офисе, обучение и все остальное. Мы до сих пор обучаем. Даже Галина Вячеславовна Белагова обучалась у нас на вебинаре. Правда, мы бы ей сказали, почему же вы не зашли и не подписали своим именем? Она какой-то там себе псевдоним написала, чтобы никто не увидел. Но она присутствовала на вебинаре и ей очень понравилось, да? Что мы говорили. Потому что мы таким образом дистанционно поддерживаем всех. На вебинаре присутствуют у нас 8 стран. Если вы видели по фамилии, можно определить по написанию на логинце и так далее. А мне тогда вебинар еще раз, чтобы все знают. Следующий вебинар у нас будет в среду. Каждую среду. Каждую среду проходит. В среду будет 8 часов по Украине. Украинское время. И тема будет называется «Делать-иметь». Прошлая тема была «Быть». Следующая тема «Делать-иметь». Со временем я технически подтягиваю сейчас свой блог, что на моем блоге можно будет скачивать все предыдущие вебинары, которые мы все сохраняем и записываем. Но есть специальные программы. Вы сами можете эти программы найти в интернете и записывать сразу вебинар для своей команды, чтобы они потом могли посмотреть не в интернете, а на флешке. Да, следующий слайд. Цель у меня амбициозная. Я хочу быть номер один во всем мире. В 2006 году я был уже на втором месте в мире. Знаю, что это реально. Даже тому человеку, который не имеет высшего образования, потому что у меня это незаконченное высшее институт физкультуры. И когда я познакомился с Арифлейм и с МЛМ, у меня уже было не до образования. Да, я получал уже образование более высокого разряда. Но хочу сказать, что цели передо мной стоят. И в данный момент у меня находится в персональной группе около 10 менеджеров разного звена. И я бы не сказал, что за период кризиса у меня много появилось новых директоров. Но зато тех, кто будут директорами, стало несколько раз больше, чем это было ранее. То есть я хочу сказать, что в плане подготовки на выход звания я могу в принципе в следующем году удивить даже тех звезд, которые являются сейчас. И сейчас в последнее время мы путешествуем с Натальей не только заслуженной конференции, которая есть от компании, но мы и любим путешествовать самостоятельно, потому что ресурсы позволяют компании рефлейм. Это на даче, я бы сказал, до вилла Сальвадоро Фарагамо в Италии. Привозили всего лишь 50 топ-лидеров. И я присутствовал. Наталья тогда была в декрете, и я брал Натальину сестру, и она видела эту красоту в Риме. Канадские острова. Следующий слайд. Она ехала по моей путевке-то. Да, да, да. Ты только не правильный. Это мой автомобиль. Это автомобиль 5,7. Двигатель 500 лошадиных сил. Разгон 3 тонны. Разогнать этого железа за 6 секунд 100 километров. Аппарат очень серьезный. Но в связи с тем, что мой рост 1,88 метра, машина кажется маленькой. Но если вы будете рядом с этой машиной стоять, вы будете чувствовать, что это нечто, что в какой-то крейсер. И я понимаю, что я не любитель понтов ездить на машине и показывать, что я крутой. Моя задача использовать все эти понты для того, чтобы можно было приглашать нормальных обычных людей. Поэтому я на борту своего самолета нарисовал телефон и таким образом рекрутирую его рефлей. Следующий слайд. Мы путешествуем с семьей. Иногда мы берем с собой сына. В Турцию мы брали уже сына с собой. Мальдивы сильно были далеко. Мы не решили не брать малыша, потому что огромнейшая жара. 30 градусов океан. И воздух 38. За 2 часа мы загорели, уже облазим. И получили массу удовольствия. Действительно есть ощущение. Это единственное место, где я не думал о работе 5 дней подряд. На 6-7 дней я уже начал скучать. Наталья уже начала в iPad'е планы составлять и так далее. Вебинар мы оттуда не проводили, скорость очень маленькая. Но, слава богу, мы отдохнули. Вы это чувствуете? Это важно, Алеша. Играть в бизнесе, это важно. Да, потому что мы нужны вам здоровыми, крепкими и силами. Правильно? Вот. Поэтому альбом мы покажем с Мальдив. Фотографии мы покажем еще. Альбомчик об этих островах мы расскажем чуть позже. Главное сейчас поговорить о работе. Мальдивы нам по плечу, потому что, чтобы поехать на Мальдивы, мне за 8 дней оплаты и расходом, и все остальное, я заплатил всего лишь 30% от своего месячного дохода от компании Reflame. 30%, одну треть месячного дохода от заработка позволил себе поехать на Мальдивы. Кому-то приходится на Мальдивы копить 5-10 лет, у кого-то есть мечта, но накопить даже невозможно. А кто-то вообще туда идет? Вот, поэтому, да, это как раз я являюсь примером того, что бизнес Reflame дает возможности путешествовать, развиваться, было бы только желание. Будете ли вы вкладывать... Знаете, в Reflame самое главное, запишите себе, пожалуйста, вкладывать не деньги, как в MLM, в другие компании, или в МММ, или в традиционном бизнесе, в Reflame это вкладывать душу. Если ты вложишь душу, ты получишь все. Если ты отдашь всему миру, как сказал один из умных людей, все, что у тебя есть лучшее, тогда весь мир отдаст все лучшее, что у него есть. Но, к сожалению, мир несправедлив, да, и поэтому надо выбрать то место, куда вы будете вкладывать. Банки требуют от вас, ну, хотят, чтобы вы вложили деньги, и взамен вы получаете дивиденды, в лучшем случае. Возможно, деньги вам не вернут. Как часто это бывает, очень часто, и скоро это слово произойдет. У кого деньги на счетах в украинский банк, возможно, вам и не вернут, да, потому что, посмотрите, что вы мелочи уже нету, по гривен, по 2, по 3, я, недавно мы делали покупки ребенку, 5 гривен, женщина бегала долго, полчаса искала, чтобы найти. Если нету мелких купюр, у кого память хорошая, 2004 год, 1997 год и так далее, 1998 год, когда кризис был, да, и когда мелкие деньги исчезают, значит, включается станок, да, и тогда начинается что-то интересное. Но мы об этом поговорим, как не попадать в эти ситуации и развиваться дальше. Дальше следующий слайд. Для меня самое главное реализация, поверьте мне, почему я вчера принял решение выступать через бизнесменами, я им установил свою сумму, они говорят, о, это вы очень много просите, потому что они говорят, ну, вы мне чужие люди, потому что, если это моя организация, я получаю от того работа прибыль, я готов делиться информацией бесплатно. Но если вы чужие люди, заплатите мне, с трудом, если я их, что-то там, выжимал, для меня была реализация, возможность проявить себя, показать себя и многим людям открыть правду на Арифлейм, развеять те мифы, которые есть сегодня на сегодняшний день. Следующий слайд. Правила моей жизни. Прежде всего я настраиваю свой ум, да, когда я пришел в Арифлейм, я сразу же пришел домой, послушал презентацию от компании, сказал, я еду в Португалию, я хочу поехать на конференцию. Ни одного дистрибьютора у меня не было, ни одного клиента, не знаю, какой, ну, как продукция продается, потому что для меня это вообще, ну, незнакомо было, потому что, ну, я себе в Казменику даже не покупал. Всегда ждал 23 февраля, когда мне подает петку, там, шампунь, то ли ты, вот это на год хватало, растягиваю удовольствие и так далее. Шампунь не выбираю, потому что там у сестры взял, у мамы взял, там, ею и все остальное. То есть, вот, поэтому для меня был фокус сразу на результат. И самое главное, при любом результате, это победа. Я никогда не виню себя, что я не закрыл какое-то новое звание. Ну, я анализирую, что мне нужно сделать звание в следующий раз, чтобы в следующий раз все-таки был анализ более позитивный. Поэтому любые есть, это победа. Окружение влияет на любой сход. Не окружайте себя негативными людьми. Я потерял друзей, они оказались моими не друзьями, да, оказалось. 90% тех друзей, с кем я был до рефлэма дружил, я с ними совсем даже не здороваюсь, потому что я их не вижу, не подпуская себе даже на пушечный выстрел. Потому что это самое главное. Люди, которые в вас не верят, старайтесь с ними меньше контактировать. Если невозможно контактировать, то есть, невозможно избежать контактирования, старайтесь не говорить на эту тему, а рефлэм. Если человек постоянно тебя давит, влияет на твою самоубийность, пошли его подальше. Он лишает тебя счастья, он лишает той будущей возможности, которая есть. Это то же самое, что вы хотите родить ребенка, а кто-то вам мешает. Что вы с этим человеком сделаете? Дальше. Каждый является учителем, даже враг. Есть там много лидеров в других компаниях, появляется. Не надо их обсуждать. Возьмите на вооружение то, что у них классно получается. Если вас раздражает что-то, значит подумайте о том, чтобы это взять на вооружение. Любой недостаток можно взять как преимущество. Правильно? Поэтому учитесь у каждого. Если помощь лежит на дороге, это знак того, завтра не напиваясь на дне рождения. Потому что тот же самый пройдет завтра с тобой. Понимаете? Если конкуренты твоему клиенту или твоего друга зарекрутировали в свою компанию, значит ты был недостаточно хорош, недостаточно имел настойчивость, умение убеждать, неправильно саргументировал. Кстати, запишите тоже очень важный момент. Каждый человек по своему прав. Если он сможет это аргументировать. Если вы считаете, что Reflame лучше бизнес, доверите это. Сделайте так, чтобы люди другие поверили в это. Тогда вы будете правы на 100%. Но если вы не будете молчать и думать, что это классно, но об этом мало кто будет знать. Когда я подписал контракт за Reflame, я этот розовый чемоданчик за 60 долларов. Сколько сейчас 60 долларов? 6,8. 483 была цена регистрации компании Reflame. 480 ривен. Более того, компания Reflame набирала себе в первую линию людей по 30 долларов. То есть вербовать сложно было. Если человек знал информацию от вас и от компании, то человек старался подписаться под компанию в первый уровень. Что хотела сделать Галина Числавовна Биланова. Но я все-таки саргументировал, сказал, дубликация будет то же самое. То есть если вы пойдете по компании, значит ваши знакомые тоже будут в первую линию компании. Поэтому если вы сохраните наши договоренности, значит и будут договоренности у вас со своими людьми. И вот такая цена высокой регистрации, она делала какое-то внутреннее препятствие. Но нужно было быть решительным. Надо было принять решение, да, попробовать. Но я принял решение, но этот розовый чемоданчик. Я мужчина розовый чемоданчик. Это я сейчас уже иногда одеваю там розовую рубашку, розовый галстук. Розовый, который я пока не покупал. Но иди по улице с розовым чемоданчиком, мне было очень стыдно. Я, короче, беру его в ложу в бульончик Юго-Босс. Прихожу домой и удивляюсь, почему, ну я если чем-то занимаюсь, я занимаюсь серьезно. Почему у меня за то, что за эту дорогу от улицы Малинская до Гнатойуры 8, я не собрал ни одного заказа, ни подписал ни одного человека. Почему так произошло? Потому что никто от меня не узнал, что я занимаюсь компанией Флэрс. Я уже на следующий день, уже достаю этот чемоданчик, уже думаю, надо же как-то его задействовать и так далее. Я думаю, что надо его брать с собой, чтобы они узнали и об этом вот так и говорить. Потому что многие говорят, я прописал свою любовь, у меня ничего не получается. Кто узнал об этой возможности от тебя? Сколько человек? 100? Значит, надо провести 200 встреч. Если ты тысячи людям рассказал, значит, и люди не пошли, значит, надо менять что-то в себе. То есть, всегда есть фишки, которые надо доработать еще, правильно? Почему? Если у другого это получается, а у тебя нет, значит, причина не в Арифлейме уже, правильно? Поэтому, я считаю и уверен в том, что окружение на 50% вашего клиента. Приходите туда, знаете, почему большие есть заказы? Если ты приходишь в бухгалтерию, к тебе хорошо относятся, они у тебя сделают заказ. Если ты придешь в аудиторию к своим бывшим сотрудникам и расскажешь про бизнес Арифлейм, из десятерых знакомых вдвое подпишутся, это уже будет результат. То есть, самое главное, чтобы у тебя окружали правильные люди. Убеждения. Надо, чтобы у вас была своя позитивная парадигма. Да, вы должны быть убеждены в том, с чем вы правильно занимаетесь, и талант всего людей из процентов. Я знаю массу талантливых людей. Очень много. Умеют рисовать, петь, танцуют. Просто. В моей структуре есть люди, которые в первом уровне на 6% на протяжении 10 лет. Знаете почему? Они очень талантливые. Очень талантливые. Но я знаю много людей, которые прожили всю жизнь талантливо, но никогда тысячу долларов не зарабатывали. Очень много ученых, певцов, актеров и так далее. Когда еду я в трамвае, мне было 27 или 28 лет, из Трио Мореновича, представитель этой группы, в трамвае. Не на лимузинах. То есть, талантливые люди, они в обычном трамвае. Я был шокирован, что серьезные, талантливые люди, они не умеют зарабатывать деньги, потому что им важен процесс. Им важен процесс. А в бизнесе очень важен результат. Поэтому помните о том, что это талант в 10%. Эта компания талантливая создав такой продукт, нас приглашает как более уже серьезных предмельничьих людей. Дальше. Настойчивость. Будь богатством, а не гениальность. То есть, быть настойчивым гораздо важнее. Многие женщины согласятся. Очень много было ухажеров, которые вам пели баллады под вашим балконом. Признавались в любви. Водили вас в театр по 8 раз в неделю и так далее. Стихи вам писали и так далее. Но почему-то настойчивый стал вам вашим мужем. Потому что вам она надежная плечо. Сегодня дистрибьюторы-новички, они хотят не того, кто умеет песни петь, а тот, кто сможет оказаться надежным плечом, надежной опорой и надежным бизнес-портером. Поэтому компания E-Flame является как раз примером того, какими мы должны быть уверенными, амбициозными, сильными, масштабными. Да? С такой раскруткой, которую компания E-Flame обладает. Не ставить под сомнение свои успешные убеждения. Не позволяйте, чтобы кто-то повлиял на ваши цели. Ну, то есть, если у вас были планы, были люди, которые пытались вас отговорить от поездки. Были такие люди? Были? Были, правильно? Ну, настойчивость, да? Сыграла свою роль. Вот. И командный такой. Дальше. Харизма. Не от рождения, а от цели готовности идти. Почему я вот такой сейчас заводной? Знаете, почему? Я в школе был скромным парнем, да? Да. Скромный, середний парень. Вообще молчун такой, что вообще никого не обижу, лишь бы только не заметили, да? Но, когда у тебя пробуждаются какие-то цели, у тебя появляются силы для этого. Поэтому, ваша главная задача это, прежде всего, понимать харизму не от способности и от рождения, а от того, что вы хотите добиться в своей жизни. Если вы истинно, по-настоящему хотите, вы это сделаете. Вас никто не осунует, поверьте мне, потому что вы сильно в этом хотите. Да? Махат Маганди, если взять пример, в очках. Метр сорок, вес сорок пять килограмм, но он освободил Индию от английских захватчиков. Как Бог один человек без оружия это сделает? Внутренний стержень, сила воли. Не смотрите, что там тот весит сто кота, или имеет какой-то рост, или он имеет какое-то образование, не имеет значения. Внутренний стержень самое главное. Женщина это умеет определять, когда выбирает своих мужей. Не по красоте, а по внутреннему состоянию. Поэтому подбирайте себе лидеров, так же самое, по внутреннему стержню. И тогда вы будете обладать самой серьезной командой, с помощью которой вы сможете добиться результата и помочь им добиться высоких целей. Даже президентами компании Play. Мотивация это расстояние от сегодня, на куда ты идешь. Поэтому многие люди говорят. А я придумал пример, как Володя Полежаев рассказывает. Подходит, мужчина говорит. Вот скажите мне что-то такое, промотивируйте меня. Я уже директор 15 лет, я хочу выйти на следующее звание. Вот скажите мне что-то, дайте мне мотивацию, вы же можете. Знаете, что вам время зрителям сидишь, заняться, там и сидишь. Если ты хочешь что-то делать, да, и спотиваться от чего-то, чего ты хочешь избежать, или к чему-то 3 месяца, не важно, так или так. Но я считаю, что лидера не надо мотивировать, если честно. Ему надо дать, может быть, энергии чуть-чуть. Но мотивы у него есть свои. У каждого из вас есть мотивы, зарабатывая деньги, правильно? Каждый из вас консультируется, советуется со своим кошельком. Хватит, не хватит, и все остальное. Вот, поэтому, более того, на лидера играет в момент демотивации. Знаете почему? Вот здесь я, допустим, скажу. Кому же сказать? У нас Женя Амбициозная, да? Женя, вы в течение двух лет не станете исполнителем директора. Что сделает Женя? Ой, я не знаю. У него сейчас в 5 раз больше есть энергии доказать мне обратное. Понимаете? Поэтому, Дима Эрмоника научила меня демотивировать людей. Да? Таня Иванова знает Женя. Она говорит, что ты там, хочешь там показать, что ты там сильная? Да? Зацепила? Зацепила. Понимаете? Да. Вот поэтому это важно. Многие боятся, боятся сказать что-то такое, что думают, ну я его не пообижу. Да? Вы сказали, что обижаются. Люди, которые обижаются, это ограниченность личности. Да? Если ты выжимаешь лимон, из него выжимается вкусный, классный, полезный, витаминный лимонный сок. Но если она говно, понимаете? Если вы еще нажмете чуть-чуть, то она вообще ужас будет. Вот. Поэтому, фраза сразу выбрасывайте. Лучше даже не нажимайте. Не тратить свои энергии. Я люблю находить практику в лидерах. Их мало, но они видны. Для меня самая главная цель, это чтобы в команде был самодостаточный человек изначально. Чтобы он, может быть, ему что-то не хватает, мы научим. Не проблема. Ну, чтобы он был в корне уже такой правильный. Да? Как, когда он сказал, выступал Задоренко, и в книге, построенной навечно, от хорошего к великому Джима Коллинса, найдите правильный человек, и его не нужно будет контролировать. Если человек, конечно, контролирует, зачем он вам нужен? Ну, будете его контролировать три года. Представьте контролировать, он опять что-то надворит. Поэтому мы же приглашаем людей, которые готовы создать свой бизнес под ключ. Вот в этом есть суть. А мы стараемся искать себе вечных учеников. Мы должны учиться у своих людей. Нагодите тех людей, у которых стоит учиться. Мы специально уговаривали пять раз Елену Павлу, чтобы прийти послушать, когда она выступает. Нет, ничего не надо, я сама выступлю, все основное. Нам интересно, мы хотим учиться, как она умеет эффективно убеждать людей, и возить массово на конгрессы, собирать такие залы, проводить мероприятия дистанционно. Есть чему научиться, согласны? Правильно? Аплодисменты. И использовать лучший, новый метод для достижения цели. Изучаем интернет, у меня в четырех телефонах везде есть интернет, айфон, блэкбери, телефон, все везде, айфон, айпад и так далее. Возможности безграничные. Изучаете, когда окунаешься в интернет, понимаешь то, что мы вообще ничего не делаем в этом бизнесе. Важно использовать интернет, чтобы он убрал суету. То есть иногда он засасывает, он становится суетой, если вы его не используете с толком. Поэтому самодисциплина, самоконтроль. Я, конечно, люблю обучаться, я когда начинаю читать твиты учить умных людей, я могу по два-три часа сидеть, изучаться. Но самое главное, чтобы вы могли использовать это, подчинить интернет под себя, а не утонуть в этих бесконечных информационных потоках. Следующий слайд? Мне нравится Айфлэр, потому что я не знаю, когда будет понедельник. И мы строим здесь свой бизнес по важному. Самое главное, это самодисциплина. Вот это самый главный навык, который нужно развивать. За этим уже кроются многие вещи. Если ты утром заставляешь себя встать, обзвонить структуру, если ты заставляешь себя спланировать следующий день, если ты держишь контакт со своими консультантами, держишь с ними связь, это тот очень важный процесс. Поэтому помните о том, что да, можно расслабиться в понедельник, сделать себе выходной, наперекор всем, и доказать, что я в понедельник не работаю. Но все-таки потом мобилизироваться и двигаться дальше. Потому что сегодня, я разве я миф, что если вы думаете, что богатые люди не работают, они работают. Я выходной здесь нахожусь, чтобы бизнес сделать еще больше. Уоррен Баффетт, или тот же самый президент Обама, или кто-то из великих людей, которые там, Киосаки, он может быть сегодня на Гавайях, проводит презентацию о своей книге. То есть очень важно понимать, что есть период отдыха. Да, но если ты создал свое детище, его надо развивать всегда. И помните об этом, потому что это делает бизнес более интересным, когда ты можешь влиять на свой бизнес. Следующий слайд. Сегодня уже важно, какую стратегию ты выберешь завтра, потому что важно правильно у вас планировать действие. Не думайте, что когда-то у вас будет система. Система начинается уже даже... Должна быть система раздачи каталогов, если есть новички. Система пользования продукции. Система контакта со спонсором. Система, система, система. Мы создаем и систему. Если система кровопрощения нарушается, если система пищеварения нарушается, если система режима дня меняется, уже есть какой-то дисбаланс. Человек не погибает, если он вдруг начал кушать по-другому, или он начал вставать, время поменял не в 10 утра, а в 12 или в 6 утра. Но дисбаланс может произойти. Поэтому помните, что система важно придерживаться, и спротегия должна быть у вас изначально. Подход с ними вы будете работать. Дальше. Все меняется. Природа, люди, экономика, события. Новые времена требуют иных подходов к делу. Если вы делаете те же самые усилия, и они вас приводят к тем же самым результатам, то надо подумать. Если вы видите другой результат, более сильный, значит, нужно переходить на более серьезные уровни. К примеру, мне было сложно взять на себя поначалу обучение своей команды. Я думал, мой спонсор должен проводить. Но я смотрю, что зарплата не растет. Понимаете? А у спонсора растет. Почему? Он проводит больше презентаций, а я их не провожу. Когда я начал сам проводить презентации, у меня начался человек расти. Потом спонсор начал мотаться и ездить по регионам, строить структуру. А я строю бизнес только в Киевской области. Как только я вышел за рамки комфорта и запустил первую ветку в Крыму, потом ветка Житомирская область, потом еще дальше Донецкий регион, тогда бизнес начал давать больше плодов и больше прибыли. Поэтому всегда помните, что надо делать в бизнесе что-то снова новое. Попробуйте не сделать в течение 10 лет новое блюдо в своей семье. Ну понимаете, надо думать, надо где-то рецептник открыть, что-то может быть тортик новой. Удивляйте. Представляете, если вам муж будет рассказывать один тот же, а не тот каждый день. Вы скажете зануда. Правильно? Поэтому что-то новое, это всегда тебе интересно. Правильно? Новую тему. Арифлейм чем интересен? Одно из самых сильных преимуществ, новинки, новые продукты, там зубная щетка появилась, там скоро будет очиститель воды и все остальное. И не завтра и так далее. Возможно, да? Я не знаю, я не уверен. Но просто компания всегда движется, и поэтому вы должны изменяться. Изменяться в новую с компанией Арифлейм это таким же самым способом получать удовольствие, развитие и счастье, которое есть у собой в компании. Как вы думаете, основатель компании счастлив? Еще и как, правильно? Сколько людей счастливы? Правильно? Поэтому подумайте, сколько людей, а счастливы ли вы, чем-то новым, что вы применяете в своем бизнесе? Дальше. Времена меняются, дедины выбрасываются, дальше, следующий слайд, ледники тают, следующий слайд, землетрясение, дальше, наводнение, землетрясение, стрессы, все это усугубляется, и какое-то отношение имеет к вам, я вам сейчас скажу, потому что, дальше сайт, мы видим, что есть демографический кризис, дальше, что в жизни все меняется, женщины взяли в разы правления бизнеса в руки, а мужья, возле твоих детей, да, ситуация у многих в семье такая, да, пенсии, копейки, бюджет страны, непонятно куда девается, хотя налоги платят за 70% инвестиций, налогов, пополняется за счет предпринимания, да, дальше, пенсионный возраст растет, да, люди специально поднимают пенсионный возраст, чтобы люди не получали пенсию, чтобы, ну, то есть, быстрее умирали, дальше, смешно, но тяжело, ну, гонит революция, возможно, гражданская, вы видите, что уже чернопольцы и афганцы уже протестуют, люди снимают стресс, вот вариант снимать снятия стресса, 46% телевидения, наращивает, да, музыка 43%, алкоголь 19%, еда 16%, то есть поел нормально, а потом опять, дальше, спорт 12%, тоже хорошо, но медикаменты 15%, секс 10%, все более же, ну, раз, час прошел, и опять, стразируем, йога, медитация 2%, статистика, да, дальше, исследование, расследование, шоколад, это что, что больше всего люди тратят, да, чтобы снять стресс, дальше, следующий, самый продаваемый продукт, самый продаваемый продукт, второй, это алкоголь, и третье, это косметика, седьмую компанию построят на шоколаде, не знаю, расстоять, но расставать будет, может быть, портится, а алкоголь продавать, как-то все-таки не гуманно, да, не экологично, по отношению к людям, косметика, классная штука, снимает стресс, очень хорошо, следующий, знает, поэтому мы находимся на лужном направлении, посмотрите фильм, ответ, обучающий фильм, особенно рекомендуйте тем людям, которые начинают бизнес, и относятся к MLM негативно, стоит показать фильм, ответ, в котором есть, ну, цифры о том, что MLM это хороший индустриент, дальше, почему выбирает MLM, дальше, люди задают себе вопросы, кто я сегодня, кем я хочу стать завтра, имею ли я мечты, или вообще, есть ли они эти мечты, на самом деле, о чем я мечтаю, дальше, если вы недовольны тем местом, которое занимаете, смените его, вы уже не, вы же не дерево, что если у вас есть еще основная работа, поднимите руки, у кого есть еще основная работа, да, какая работа, а типа основная, нет, я помогаю людям понять рук, то вы подумайте, можете ли вы, в ваших силах вообще поменять ту ситуацию, в которой вы находитесь, дальше, мировая статистика, 27% людей живут за чертой бедности, 60% среднеобеспеченные, то есть 80% людей находятся в рабстве, под названием стабильная работа, знаете, 500 лет назад, рабы, оказывается, больше зарабатывали, чем наши люди, средние статистики, рабы могли через 5 лет, если хорошо работали, выкупить себя из рабства, потому что они за свою работу получали деньги, покупали себе дома, то есть хороший раб, который хорошо работал, и сохранял свое здоровье, он мог бы стать очень богатым человеком, у нас, к сожалению, вот такая ситуация, и только 10% обеспеченные люди, и следующее число, 3% у нас богатых людей, которые есть, да, дальше, где вы хотите оказаться, вот подумайте, квадратки Асахи, наемный труд, дальше, люди, которые на кого-то работают, и бегают за морковкой, следующий слайд, частный предприниматель, который пытается что-то создать, но не всегда получается, налоги, пожарники, санитные инстанции, аэритики, все остальные конкуренты, собственный бизнес, дальше, с рисками, дешево купил, дорого продал, но конкуренты обогнали, инвестиции, инвесторами являются самые богатые люди, это то, к чему мы стремимся, и сетевой маркетинг, который позволяет вам, как можно быстрее, создать свой бизнес, не рискуя, как традиционный бизнес, и стремиться уже к инвестиции, потому что вы зарабатываете деньги, вы можете инвестировать уже в себя, в недвижимость, в золото, и все остальное, что вы планировали, дальше, следующий слайд. Индустрия МЛМ, построена была на принципах, как раздавали Библии раньше, как член Десанцева ЙО, то есть, рекомендую вам почитать книжку, «Искусство войны», «Сунь Цзи», «Искусство войны», Суворов, Наполеон Бонапарт, известный адмирал, Уинсен Черчилль, изучали тщательно, буква за буквой, эти постулаты, четко прописанные истины, что генерал должен здороваться солдатом, потому что он вчера был солдатом, и вместе с ним похлебку есть, чтобы не было мостов, что он должен лично участвовать в действиях полевых и так далее. То есть там масса, как правильно структуру организацию создать, как надо обучать, сколько человек брать, чтобы это было эффективно, то есть там рекомендуется, 10 человек набрал себе, из них выбрал двух-трех, с которыми ты взаимодействуешь, но сначала, начало бизнеса начинается, когда человек подписывает 10 человек, у него есть навык приглашать, потому что тогда он уже может обучать своих людей, как правильно взаимодействовать, правильно? Потому что один может быть случайно, второй может быть тоже, но здесь это уже есть опыт. Как говорится, что теория, проверенная на практике, оказывается неправдой. Поэтому практикность ближе всего дальше. Удивительная система улучшения свободы, потому что я, в принципе, могу вам сказать цифру. 20% миллионеров в Америке, в США, это те люди, которые создали свои богатства и капиталы в сетевом маркетинге. Ни одна индустрия не давала такого большого количества людей. То есть, может быть, недвижимость там 5%, 7% там может быть и горный бизнес, там что-то еще, там купи-продай, все остальное. Но 20% это очень большая цифра. Да? Следующий слайд. МЛМ это профессия 21 века, никто с этим не спорит, но Украине у нас 5% людей, которые занимаются серьезно сетевым маркетингом. Это такой же кризис, как преподаватели 5%, как милиционеров 5%, как врачей 5%, как строители 5%. То есть, мы являемся профессией. Может быть, негласно, у нас 5%, у нас 5% людей уже скоро будет миллион человек. У нас, нет, у нас больше. У нас уже сейчас, на самом деле, сейчас 2 миллиона. 2 миллиона человек, которые занимаются сетевым маркетингом. Следующий слайд. Классический продаж. Давайте быстренько пролистаем эти слайды. И да я объяснял этим предпринимателям, чем мы хороши. Вот куча, цепочка, которая наворачивает стоимость товара и которая, на самом деле, мешает быстрее дойти товару к нужному потребителю за счет того, что много есть наследников. Если вам можно нажимать кнопочку следующую, быстрее, то было бы хорошо. И сетевые продажи. Есть производитель и потребитель и посерединке, минуем всех этих последников, есть сеть дистрибьюторов, которые вы создаете. Чем больше вы людей приглашаете, тем больше ваших людей. Чем мы отличаемся от МММ-компании? Чем отличается МЛМ от МММ? Потому что мы не подталкиваем людей на самоубийство от того, что они вложили и продали свои квартиры. Мы строим бизнес не на их инвестициях последних денег. Мы строим бизнес на возможности и на товарах и на услугах, которые у нас есть. Роберт Флетчер уже сидит в тюрьме, Ника закрыта, Тибет раз закрыт, МММ-2011, счета вроде крупной банки, как приватбанки и так далее, уже заблокировали. Поэтому в принципе это то, что многие люди хотят разобогатеть на шарунах. Знаете, я всем говорю, хочешь деньги быстро и много, получишь ничего и медленно. Поэтому помните о том, что для того, чтобы создать бизнес, это так же самое, как построить дом. Его невозможно построить быстро. Дома, которые строятся быстро на берегах Калифорнии, после первого тайфуна сразу сносят гипсокартонные дома, которые не держатся ни на кирпичах, ни ничего. Быстро выстраиваются эти коробки, но потом резко исчезают. Поэтому если вы постепенно строите бизнес, значит вы фундаментально делаете, вы обдумываете, да? Конечно, надо больше эффективности, больше цемента, больше взаимоотношения, больше серьезности, серьезных людей. Но помните о том, что именно это изменяет значение. Следующий сайт. Пирамиды есть всегда. Есть верхушка, религия, армия, политика, которая настраивается пирамидой. И отличие пирамиды от бизнеса Арифлейм это то, что низы хотят быть такими, как верхи и уважают их за то, что верхи помогают низам, как Арифлейм. Мы любим основателя компании? Мы его больше любим, чем наших государственных политиков. Правильно? Потому что политики лично нам ничего не дают, Арифлейм дает новые возможности. Вот вам акции, вот вам 14 машин, пожалуйста. Вот вам скидка 10%, чтобы вы зарабатывали не 30%, а 40%, даже 50%, если вы много продаете. Вот вам 970 поездок в прошлом году на Амальту. 970 поездок для украинцев. Кто мы такие для шведов вообще? Кто? Но если ты сделал маломальский оборот, мы считали обороты, что именно только в нашей компании платит 5000 гривен за 36 тысяч гривен товароборот. Только в нашей компании за 5000 гривен доход от 36 тысяч. Ни в одной компании вам таких больших денег не заплатят за такой мизерный товароборот. Арифлейм это делает. Почему делает? Потому что думает о будущем. Потому что компания тоже имеет свои амбициозные цели. Если компания знает, что заплатит, у человека будет мотивация завтра работать. Если компания мало платит, то, соответственно, люди из этой компании будут уходить искать компанию Арифлейм. Лишь бы вы были рядом. Люди приходят в результате массово. Лишь бы именно вы были рядом с этим человеком. Чтобы именно этот человек оказался в вашей команде. А чтобы он работал у вас, нужно себя как-то показать. Надо показать свой результат, знание, информировать, листовки, объявления в газету, знакомым, которые не верят, тоже им сообщают, что вдруг если кто-то у тебя из своих знакомых захочет в Арифлейм, пусть приходит к нам и мы ему поможем. Поэтому дальше следующий слайд помогать. Граница за первый продаж четыре компании, которые дают отчеты. И если там скажут, есть ли там такая-то компания, там Теньши, там какая-то еще и еще. Не конкуренты. Вот фокус тех компаний, которые делают пример и работают правильно, этично, платят деньги и все остальное. Вот с кем надо конкурировать. Не обращайте внимания, что какая-то новая компания появилась, что же будет все остальное, там наша марка. Не переживайте. Они не опасны для нас. Они должны беспокоиться, что мы есть. Да? Но вот это фокус, потому что это компания, которые инвестируют деньги, которые делают рекламу, которые регулярно платят, которые имеют стабильный продукт, которые есть тоже каталоги и так далее. Поэтому вот монстры этого бизнеса. Поэтому помните о том, что мы в ассоциации и всегда позиционируйте, когда люди говорят, что я работаю в легальной компании, я работаю в компании, которая известна всему миру. Эта компания будет всегда. Ты хочешь мне предложить деньги, ну я сравниваю МЛМ и банки, ты мне предлагаешь получать больше процента дивиденды в неизвестном банке, который завтра исчезнет, или лучше положить под 8%, но в швейцарский немецкий банк, европейский шведский банк, или ты предлагаешь в китайский банк положить, который обещает золотые горы, а завтра просто развалится. Поэтому это очень важный момент, что вы же создаете свой имидж прежде всего. Поэтому этот имидж будет связан с тем, кто является вашим партнером, кто за вашей спиной. Если за вашей спиной будут стоять 5 китайцев с лунчаками, или будут стоять телохранители европейского образца, культурные, вежливые и так далее, вот от чего будет зависеть ваш успех, с кем вы работаете. Дальше. Компенсационные планы. Матричные, равноуровненные, бинарные, ступенчатые. Я вкратце расскажу, чтобы вы знали. Следующий сайт. Более подробно книги Рэнди Гейджа, как построить многоуровневую машину. Матричный план. Матрица заполняется, эти бизнес-планы разваливаются. Есть такие компании, которые предлагают эти условия, что пока верхний уровень не заполнится, вы не можете подписать вниз. Если правое крыло заполнено, значит вы должны своих закромных отдавать туда. Эта система не совсем работает, эти компании разваливаются. Матричная система. Дальше. Равногоуровневый план. Это тоже эта схема типа триада или такой вариант тоже очень сложно работать. Дальше. Бинарный план. Строковые компании работают по этой методике. Эти строковые компании постоянно меняют свои планы, потому что что они делают? Если дисбаланс 46 на 60, если одна витка развивается, а вторая не развивается, то они могут не выплачивать лидеру за его организацию. Поэтому тоже система не работает, и такие компании существуют не больше, чем 2-3 года. Следующий это ступенчатый план, то что используют компании Reflame, компании Amway, компании NSP, и так, то есть те компании, мировые компании, то есть десятки самых ведущих компаний в мире, 7 компаний, которые используют именно ступенчатый план, это позволяет динамично, справедливо развиваться в России. С помощью этого бизнес-плана компания Reflame динамично вошла в десятку самых лучших компаний, в течение трех лет планируют быть номер 1 среди миллиардных компаний, которые работают на этом рынке уже несколько десятков лет. Дальше. Карьерный рост вы все знаете, следующий слайд. Можно будет листать, я так поговорю, да? Не останавливаясь, можете продолжать дальше, Дима. Самый главный момент это то, что вы увидели.